Всем привет! Меня зовут Юля. Я считаю, что неделя видео это отличный способ и отличная возможность возродить наши информационные пятничные видеоподкасты. И сегодня мы наконец-то поговорим про одного из моих любимых мастеров темного фэнтези, Джо Абер Кромби. Это человек, который когда-то возродил во мне любовь и надежду к тому, что с современным темным фэнтези ничего не потеряно, потому что я была очень долгое время законсервирована в авторах конца 20 века, и мне даже с современниками не очень-то и хотелось знакомиться. Но когда я прочитала первый закон Джо Абер Кромби, это вот просто как пелена с глаз упала, я настолько влюбилась в его черное чувство юмора, в его сарказм, в его потрясающих героев, в его стиль повествования, который балансирует на чем-то чрезмерно жестоком и на чем-то ужасном и интересном. И я сегодня постараюсь не растекаться мыслью по древу, а рассказать вам кратко о творчестве писателя, с чего стоит начинать знакомиться, что у него вообще вышло. И вот, пожалуй, как раз с общего рассказа о всех его циклах я и начну. Итак, у Джо Абер Кромби существует, во-первых, цикл «Земной круг». Это действия всех романов, и даже если там разные трилогии, это действия, происходящие в одном мире. И в его рамках, во-первых, вышла трилогия «Первый закон», который состоит из книг «Кровь и железо», «Прежде чем их повесят» и «Последний довод королей». Сейчас там началась новая трилогия, которая начинается с «Немного ненависти». Вышла первая книга, вот на русском совсем недавно, и планируются еще две, которые уже в процессе написания. И также там есть несколько отдельных книг. Тоже сейчас поподробнее расскажу про сюжеты. Это «Лучше подавать холодным», «Герои», «Красная страна» и сборник рассказов «Острые края». И также у Джо Абер Кромби есть внецикловая трилогия, которая называется «Море осколков». И вот я начну не в порядке хронологии его творчества, а как раз с этой трилогии, потому что она выбивается из его творчества и рассчитана на подростковую аудиторию. Во всяком случае, так официально заявляется, и Джо Абер Кромби сам про это говорил. Но я готова с этим спорить, потому что книга будет интересна, книги будут интересны далеко не только юным читателям. И, в принципе, я бы даже не сказала, если бы не знала такой информации, я бы не сказала, что они рассчитаны на кого-то помладше. Просто, если вам не нравится в темном фэнтези большое количество насилия, большое количество грязи, каких-то интимных моментов, здесь это будет все более сглажено, здесь будет более низкий рейтинг, и, в принципе, книги еще и гораздо динамичнее. То есть, если бы я не была большим любителем темного фэнтези, скорее всего, «Море осколков» мне понравилось бы даже немножко больше, потому что интересная тематика, завязанная на мифах и на мире викингов, и, в принципе, на скандинавской мифологии, я этого почему-то не знала до начала прочтения и была очень приятно удивлена. Здесь интересные герои, здесь в каждой части идет повествование от лица разных главных героев. То есть, это как бы три точки зрения, но которые, в принципе, составляют целую историю и цельное описание мира, скажем так. Это было очень интересно, это было очень динамично, и вот с этой трилогии я могу советовать начинать тем, кто с настороженностью относится к темному фэнтези, или кто когда-то его пробовал читать, но показалось, что слишком много всего, и слишком уж оно темное. Попробуйте «Море осколков», вам должно понравиться. С внесерийным разобрались, переходим к земному кругу. Начинать, конечно же, я считаю, стоит с основной трилогии «Первый закон», брать прямо «Кровь и железо» и начинать именно с этой книги, потому что «Первый закон» это такая база, вы познакомитесь здесь со всеми основными героями, вы вникнете в этот мир, в его законы, в его историю. Здесь действие я не могу назвать слишком насыщенным, слишком динамичным, вернее, нет, не так, оно насыщенное, но в этот ритм книги все-таки стоит встроиться, и это не фэнтези, где на каждой странице у вас там будет по миллиону сражений, и все в этом духе. Здесь упор делается на интриги, на невероятные характеры героев, на черный юмор, я вам уже сказала о Беркромбе. Вот, как мне кажется, в жизни, в интервью он выглядит вот точно так же, и вот своей потрясающей харизмой он наделяет и героев, невозможно не чувствовать это на страницах книги. Кстати, в конце этого ролика будет еще небольшая беседа с моим другом из Фанзон, который недавно встречался лично с Джо Беркромбе, и вот мы побеседовали о том, какие впечатления он оставил вживую. Мне очень нравится эта трилогия, и если вы не боитесь темного фэнтези, или сразу хотите прямо с места в карьер, начинать стоит определенно именно с первого закона. Дальше начались внесерийные произведения, которые также относятся к этому циклу, также действия в них происходят в мире земного круга, и это «Лучше подавать холодным», как же я обожаю название у Джо Беркромбе, «Лучше подавать холодным». Естественно, это роман о мести, мне не хочется называть его «Графа Монте-Кристо», но эта история определенно придется по вкусу тем, кто любит сюжеты в духе «Произошедшая несправедливость» и «История отмщения». Это было захватывающе, и, кстати, самое важное, что я вам не сказала, все эти романы можно читать абсолютно отдельно, и с каждого из них можно начинать, потому что это отдельные истории, но здесь будут встречаться на второстепенных ролях или отсылками персонажей из земного круга, и если вы их уже знаете, с ними знакомы, это будет вот как приятная встреча со старыми друзьями, то есть я бы себя не стала лишать этого удовольствия, и все-таки бы сначала прочла первую трилогию, но я вам обязана сказать, что это абсолютно тоже самостоятельные произведения. Дальше были «Герои», и вот «Герои» мне всегда хочется сравнивать с какими-то произведениями Бернарда Корнуэлла, потому что эта книга, по сути, из себя представляет одну огромную масштабную битву, и вот если у Корнуэлла чаще всего показывается все с одной точки зрения, непререкаемой и непогрешимой, хотя и, безусловно, очень детальной и интересной, то у Джо Абер Кромби эта битва показана абсолютно разными глазами и высших чинов, и простых солдат, и по обе стороны этой битвы, и вот книга большая по объему, и кажется, ну как можно, как может быть интересно читать всего про одно событие, это интересно, поверьте мне, если любите сражения, если любите необычный взгляд на боевые действия, это очень круто. И, наконец, «Красная страна» для меня это самое необычное, что есть у Джо Абер Кромби, это фэнтезийный вестерн. Я не вижу смысла пересказывать здесь детали сюжета, мне книга понравилась в целом, но с нее бы, вот, пожалуй, единственное, я не советовала начинать, потому что вы не сможете получить полного представления о стиле Джо Абер Кромби, уж слишком много здесь от вестерна. Здесь только что нет огнестрельного оружия, но все остальные детали, все остальные приметы определенно встретите, и единственное, наверное, кому могу посоветовать, вот если не любите фэнтези, но любите вестерны, эта книга определенно для вас и поможет пересмотреть отношения к жанру. И вот совсем недавно началась новая трилогия в земном круге, она будет называться «Эпоха безумия», вышел первый роман, называется «Немного ненависти», я успела книгу прочитать на английском, и вот буквально пару дней назад мне пришло издание на русском, я даже не думала, что успею вам ее в выпуске показать, и, кстати, книга оказалась вживую гораздо симпатичнее, чем на промо-материалах, потому что это объемная обложка, это красивейшие форзацы, и, в принципе, по качеству мне очень-очень понравилось, еще и элиссе добавили, вообще великолепие. Здесь по сюжету действие происходит через 30 лет после событий первого закона, и, в принципе, эту трилогию тоже можно с нее начинать, потому что здесь абсолютно новые молодые герои, но, опять же, вы будете встречать кого-то из предыдущей трилогии, так что мой выбор начинать сначала вашим выбором. Если хочется чего-то со свежей кровью и с несколько другой направленности романов, сейчас поясню, о чем я говорю, можете вполне начинать с «Немного ненависти», единственное, вы ввязываетесь в трилогию, которая еще до конца не вышла. Я обязательно познакомлюсь с нашим переводом и скажу, насколько он отличается от оригинала и какие вообще в целом впечатления, но эта книга, в отличие от первого закона, очень интересно рассказывает о изменениях в мире фэнтези. То есть, когда мы берем практически любое фэнтези, чаще всего это мир, показанный в какую-то определенную эпоху, в какую-то определенную эпоху по техническому развитию, по магическому развитию. Здесь же Джо Беркромбе показывает, как социально, как политически меняется мир фэнтези, когда в него начинают приходить технологии. Я не назову ни в коем случае это технократическим фэнтези, но при этом здесь показывается появление и влияние технического прогресса. Здесь рассказывается о том, как рабочие начинают свое, можно сказать, движение. И настолько необычно, и настолько это... Ну, не странно это именно необычно наблюдать в фэнтезийном мире, что вот дух захватывает. Я не сразу привыкла к героям, хотя понимала там, ну, понимала их предназначение, почему Джо Беркромбе взял именно их на главные роли. И, конечно же, когда встречались старички из первого закона, у меня прям вот сердечко замирало. Это такое восхитительное чувство, как будто, ну, ты встречаешь своего старого-старого знакомого. В целом, я с Джо Беркромбе однозначно вам советую знакомиться. Если все обобщая и говоря коротко, боитесь темного фэнтези, берите море осколков. Если хотите все изучать по-правильному и с истоков, начинайте с трилогии «Первый закон», потом двигайтесь на отдельные романы, и потом уже начинайте «Эпоху безумия». Если очень заинтересовала какая-то конкретная тема из отдельных романов, вполне можно с них начинать. Ну, и если хочется вот чего-то, прям вот то, что сейчас выходит и о чем все говорят, ну, можно начать и с «Эпохи безумия». И сейчас будет небольшая беседа с Димой из издательства «Фанзон». Он является бренд-менеджером, и мы немного поговорили про Джо Беркромбе. Но мы, пожалуй, начнем с самого интересного. Вадим, расскажи про Джо Беркромбе как про человека в живую. Какое на тебя впечатление произвел и чем запомнился? Ну, Джо, на самом деле, во многом похож на свои книжки. Не в том смысле, что он жестокий или кровавый. И кровавый. Но он очень обаятельный и с юмором. Мы с ним познакомились, чтобы соврать, лет, наверное, семь назад. Он прилетал в Швецию на местный фестиваль. И я, собственно, во многом ради него туда поехал. Я бы заранее написал письмо. Но, видимо, то ли уже поздно отправил, то ли он не читал его. А ты писал его от себя или как? Ну, я написал, что так и так. Я журналист мира фантастики. В тот момент это была одна из моих основных работ. Сейчас скорее так дополнение. Вот то, что я лично на то же мероприятие. И, собственно, хотел бы с ним интервью сделать, но ответа не пришло. Поэтому перед началом конвента у него была автограф-сессия в книжном магазине. Я просто туда пошел. То же самое примерно изложил, только уже словами. А не текстом, говорит, письма не видел. Но окей. Договорились о встрече. И после одного из его выступлений, через день или через два, мы с ним пообщались. Это было мое первое с ним интервью. Джо наиприятнейший. Вот очень часто призываю как-то разделять автора и книжки. Я в целом это не очень умею. А с Джо это еще совершенно не хочется. Потому что вот как я его книги очень люблю, так и сам Джо с ним всегда очень приятно пообщаться, встретиться. Мы с ним с тех пор не раз летом пересекались на мероприятиях. И в Россию он дважды приезжал с тех пор. Причем, когда он приезжал второй раз, он был в Петербурге. И там город ему показывал, с ним гулял. В том числе и я. И на тот момент еще моя девушка, теперь моя жена. Так что мы с ним давно знакомы. У вас семейная дружба уже? На самом деле не совсем, потому что его семью я не видел и не знаю. У него есть жена и три ребенка, но он никогда их не берет с собой. На конвенты всегда ездит один. То есть он такой же, как и в интервью? Ну, официальное впечатление, на самом деле, вот именно в личном общении производил Терри Пратчетт. Очень приятный. И у него всегда есть какие-то едкие, но не злобные моменты в речи. Вот. И насколько я видел, когда он выступал в магазин, за что его просто кто-то мимо проходит и заслушивается, потому что интересно на него посмотреть. Но, в принципе, Джо еще очень классно читает книжки. На Западе есть такой формат, который в России почти не используется, когда авторы на мероприятиях зачитывают книги. И вот, я думаю, что он мог бы сам озвучивать свои аудиороманы, но есть профессионалы, которым это приучают в итоге. И второй момент, про который мне с тобой хочется поговорить. Тебя можно назвать экспертом по творчеству, Джо Абер Кромби. В мире фантастики большинство рецензий на его книги, именно авторство Димы. Вот расскажи по твоему мнению, с чего стоит начинать? С первого закона или с море осколков? На самом деле, есть несколько вариантов. Кровь и железо это такой достаточно очевидный вариант, потому что с этого начинается его основной цикл, не только трилогия «Первый закон», но и, собственно, все его истории о мире земного круга. Ну, соответственно, это такая идеальная выходная точка и Абер Кромби уже дебютировал очень сильно. Я помню, собственно, когда я его первый раз взял, я его купил вместе с несколькими другими авторами, которые, ну, там, для меня на тот момент были, ну, что-то интересное, я точно не знаю, что это. Я его открыл, не смог остановиться, сразу после этого, как пришел в первую книжку, стал искать, вторую, третью прочитал, они уже на тот момент благо были, и не пришлось ждать, чем закончится история. Пришлось потом другие книжки ждать. Вот. С другой стороны, все-таки Кровь и железо это такой дебютный роман, в котором, ну, все-таки, еще видно, что и мастерство в какой-то степени, которое приобретается с годами, ну, там, не на высочайшем, уже на очень высоком, но все-таки еще есть к чему стремиться. И в плане по стране сюжета, ну, там, опять же, есть простор для совершенствования. Поэтому, другой хороший вариант, это немного ненависти, которая прямо сейчас выходит. Это тот же мир, но спустя 30 лет после первой трилогии, там, новые конфликты, молодые герои на первых ролях, ветераны появляются, но скорее в таких камео. Это получается похоже на то, что сейчас происходит у Дэда Уильямса, то есть, орден манускрипта и корона из ведьминого дерева. Именно так, пожалуй, Уильямса даже, старый персонаж играет побольше роли, чем Оберромби, Оберромби, почти все ветераны скорее такое приятные фишечки для старых фанатов, но если вы не читали предыдущие книжки, немного ненависти там не оставят у вас каких-то глобальных вопросов, кто эти люди, что они делают. Скорее всего, вам захочется узнать и почитать предыдущие романы, но с точки зрения, что происходит, вопросов возникнуть не должно. Если вам вдруг меньше 18, то лучше все-таки браться не за книжки и за цикл о земном круге, потому что они, я сейчас подумал, я скажу, что они мрачные, суровые, с кровью, с черным юмором, и это как раз лучшая реклама для любого практически возраста. Но тем не менее, они 18+, так что все-таки для более юных читателей «Море осколков» хороший выбор это подростковая трилогия Джобби Кромби. Она на самом деле на фоне почти всего подросткового выделяет с тем, что она все равно достаточно жесткая и с тем же черным юмором и с персонажами, которые достаточно много страдают, да и без секса там не обходится, но все-таки там помягче, подинамичнее, чем основные книжки обе громби, ну и плюс главные герои все-таки молодые люди, подростки. Так что для более молодых читателей вот отличный вариант будет именно трилогия «Море осколков», которая начинается с книжки «Полукороля». Да, все, Дим, спасибо большое за рекомендации. Обязательно еще встретимся. До встречи!